Всем приветики! Не знаю как вы, а я хочу стрелки. Огромные кошачьи стрелки, чтобы вот смотришь и стрелки. У меня тон на месте, брови я чуть-чуть подрихтовала. Короче, давайте сразу к делу, потому что свои стрелки я решила лепить на глаза вместе с вами. Первое, что я сделаю, это припудрю немножко веку, чтобы мои стрелки не потекли. Буду делать их черным конкретом, понятное дело. Он-то как бы и так стойкий, но все равно, чтобы мне этих стрелок хватило надолго, лучше припудрить. Пудра в данном случае будет выступать в качестве праймера. И вообще, фикси-паудер, имейте в виду, это очень крутая пудра, как праймер до стойкости. Вот если вы хотите, чтобы ваше, например, тональное средство было более стойким, если вдруг оно у вас быстро тает на лице и в жирную пленку превращается, можете перед нанесением чуть-чуть совсем припудрить лицо в качестве базы. И то же самое на глазах. Для любых подводок, для любых кремовых продуктов, фикси-паудер это очень крутая база. Для конкретности тем более, потому что это родной ему продукт. Итак, черный конкрет. Обожательный, потому что он очень черный и потому что у него очень мягкая такая универсальная текстура. И сейчас вот будем с вами учиться делать стрелки быстро. Я вообще хочу сделать гранд стрелки, но на скорую руку. Возьму кисточку. Еще одна попытка полюбить согнутые кисточки для подводки. На самом деле я ее взяла, потому что она вот тут ближайшая была. Потому что когда ты уже столько лет красишься, тебе все равно какой кисточкой. Иногда бывает достаточно широкую сразу линию проводим. Более тонкую у внутреннего уголка глаза. И расширяем. Почему я говорю на скорую руку? Потому что не надо здесь филиграничить. Конечно, резких движений стрелки никогда не любили. Но у нас будут гранд стрелки. Прям на пол глаза. Мы начинаем, конечно, вот так по чуть-чуть красивенько. Но вообще-то они планируют быть гигантскими. А когда стрелки гигантские, у нас будут гранд стрелки. Можно особо не выделываться с тоненькими линиями, а прям уверенно. По принципу бжух. Заполняем полностью стрелку. Давайте пока вот такого размера ее оставим. Вырисовываем хвостик. А чтобы нам грамотно вырисовать хвостик, нужно проработать нижнее веко. Потому что хвостик пойдет из нижнего. Поэтому мы сразу этим же конкретом прорисовываем по слизистой. Соединяем. И дальше, где-то вот от середины глаза, немножко эту линию делаем шире. Заполняем межресничное пространство. Не бойтесь делать ее шире здесь. И вот аккуратненько вот этот вот смягчаем переход. Ватной палочкой, если где-то что-то отпечаталось от нижних ресниц, сразу поправьте. Но я сразу скажу, что я немножко буду контур растушевывать. Поэтому, опять же, можете филигранно вот эту линию сейчас не выводить. Вы потратите на эту кучу времени, а потом все равно будете растушевывать. Вот здесь постарайтесь на себя ровно смотреть. И вот этот хвостик, чтобы был прям горизонтальный практически. Вывести его именно на открытых глазах, чтобы не было крючка. Если крючок есть, значит, надо еще выше эту линию поднимать. Конкрит очень пластичный. И вырисовывать стрелки одно удовольствие, потому что всегда легко добавить, вернуться. Вот проблема гелевых подводок. И какая была задача здесь перед конкрит, когда я его делала? Гелевые подводки дают очень мало шансов для маневра. Вот они высохли, и все. Захочешь еще что-нибудь там уплотнить. И очень часто они просто коркой уже ложатся. Выглядит это неэстетично. В конкрита просто зашкаливающая пластика. Чтобы такие стрелки себе сделать, визажистам вообще быть необязательно. Не обязательно быть мастером со стажем. По сути, как попало рисуете их, все равно красиво получится. Я вот честно признаюсь, что вообще не стараюсь. У меня еще и кисточка, которая мне не очень удобная. Единственная вот здесь задача одинаково отрисовать уголок, хвостик стрелки. Здесь важно, чтобы хвостик не задирался, а уходил как бы в висок. Это ватной палочкой легко подровнять. Если конкрет высох, вы можете смочить ватную палочку в текстурмастере и немножко скорректировать с ее помощью. Немножко по верхней слизистой пробегитесь и заполните межресничное пространство. Основа готова. Ну, кстати, так тоже прикольно. Такая японская куколка. Берем кисточку, бочонок и немножко растушевываем границу. Здесь главное не отрывать кисть. Сюда-сюда. На салфеточку периодически. Снимаем излишки. И пока не трогайте хвостик. Только по контуру. Мистер Кот, я делаю глаза как у тебя. Не торопитесь. Только по границе. Вот так вот аккуратненько-аккуратненько. Просто прям, не знаю, медитируйте. Это называется прыжок в брюки. Мистер Кот жив? Растушевали. Теперь нам нужна чистая кисть, чтобы растушевать отдельно вот эту верхнюю границу хвостика. Видите, я чуть-чуть просто смягчаю границу. Накрашу здесь ресницы. И займемся коррекцией. Слушай, у меня Клоранс. Очень она яркая. Лепит прям ресницы. Если вы делаете черные глаза, неважно, это смоки или такая вот стрелочная основа, тоже должна максимально яркой быть. Максимально черной. И вот как я уже в предыдущих видео вам показывала, немножко разворачиваем реснички к вискам. Туда. Для тех, у кого был вопрос, как смывать конкрет. Биори салфетки, если что. Обожаю. Все оттирают. Так, ну поехали. Когда глаза такие огромные, такие акцентированные, очень важно проскульптурировать лицо. Иначе все черты лица начинают на фоне таких ярких глаз. Ну, как-то сильно расплываться. Возьмем-ка мы с вами конкрет чоколад. Последний из выходивших оттенков конкрет. Небольшую кисть. Даже две. Одной прорисовываем, второй растушевывать будем. И прорисуем скулы параллельно стрелке. Я чуть-чуть завышаю мои скулы пониже, чтобы именно параллельная была линия. Немножко, хоп, сворачиваю вниз. Немножко сюда. То же самое с другой стороны. Здесь важно понимать, что я вообще не давлю на кисть. Стараюсь перенести только оттенок, который я предварительно растушевала на руке. Носик. Больше кончик. Баковые поверхности лба. И под бровями. Не прямо под бровями, да, а где складка верхнего века. И вот финальным таким штришком набираем конкрет чоколад на кисть. Растушевываем на кисточке со всех сторон, чтобы только оттенок был. И прямо по нашей стрелке так вот чпоньк, уверенно, без давления, сверху и снизу. Такая будет финальная растушевка черного-коричневого. Так, и губы. Нам же надо еще красивые губы. Я вам уже показывала, как супер губы сделать с помощью конкрет чоколад. Давайте еще раз. Оттеняем под губой. Как бы под контуром проводите контур. Немного увеличивайте губы в зоне уголков. Яркий макияж губ, конечно же, сюда будет, ну, too much. Но это не значит, что губы надо оставить без внимания. Чуть-чуть растушую мягкой кистью, чтобы акцент с губ убрать. Так, и тон. Чуть-чуть надо теперь добавить тон. Скорее даже не тон, а центральный вот этот треугольничек. Вместе с носом. Надо проработать. Ну, и очевидно, что с такими длинными стрелками должны стать длиннее и брови. Но они не должны быть темными, поэтому я возьму конкрет-топ. И чуть-чуть смешаю его с конкрет-хаки. Кстати, что-то так редко показываю вам что-то с хаки. Надо исправить, потому что крутой цвет. Если смешать два этих оттенка, получается такой мягкий, очень серо-бежевый. Чем больше хаки добавляете, тем он светлее. Я 50 на 50 разбила. Пудра. Я беру минеральную пудру для того, чтобы немножко уплотнить тон. Такие стрелки очень нуждаются в хорошем, прям идеальном тоне. Это Clorans Skin Illusion. Я ее использую не в качестве фиксации макияжа, а в качестве как бы дополнительного тонального средства. Губы, как я сказала, ярко красить не хочу. Я возьму Lip Mask и смешаю немножко с Metallized Rose Silver. Маска восстанавливающая, очень восстанавливающая. Ее классно наносить на ночь, но в целом, если вы будете использовать ее как бальзам, замечательно. Чуть-чуть металлизированного пигмента Metallized добавляю и втираю в губы. Получится такой натуральный, чуть-чуть металлизированный эффект на губах, при этом не будет слишком бросаться в глаза. И на контрасте с матовыми стрелками тоже будет выглядеть круто. Я чуть-чуть Metallized Rose Silver, как там такой очень универсальный, легкий, розовато-бронзовый такой оттенок. Немножко нанесу крупной кистью на скулы. Здесь не металлизированный нужно эффект дать, а вот прям легкое такое сияние кожи. Поэтому я, видите, беру прям очень крупную кисть, вот таким легким движением переношу. Тоже самое на кончик носа. И зафиксирую Fixed Powder. Fixed Powder уже фиксирующая пудра. Ее нужно совсем чуть-чуть, потому что она прозрачная. Она уже сделает макияж максимально стойким. Чуть-чуть спреем зафиксируем макияж. Fixed Spray вам уже известный. Во-первых, вот этот блеск немножко увлажнится и станет более переливающимся. Во-вторых, зафиксируется макияж. Если у вас очень жирное веко, вы можете еще немножко сверху припудрить его с помощью Fixed Powder. Тогда стрелки станут абсолютно водостойкие. У меня и так нормально они держатся обычно. Вот, ну что, все готово. Пожалуйста, вам еще один макияж в копилку. По сути, использовали мы всего с вами два конкрида. Черный и конкрет чокола. Два, наверное, самых универсальных. Ну, я не считаю брови. Для бровей подбирается цвет индивидуально. А здесь это, ну, абсолютно универсальные два оттенка. Для любого типажа, любого макияжа. Секси макияж. Это очень просто. И, как видите, мы вообще всего ничего на это потратили. Вот, все, спасибо за внимание большое. Я пойду эти глаза кому-нибудь показывать. И вам хорошего вечера. Всех целую, всем пока.